На этих фотографиях они счастливые. 22 мая, 4 года назад, Инна и Василий сыграли свадьбу. Мы еще выбрали такой день. Он захотел день рождения его отца. Ну, запомнилась так эта дата. Молодые, здоровые, ни о чем не задумывались, никаких проблем, все было хорошо. После свадьбы супруги мечтали побыстрее достроить дом. Планов у молодой семьи было много. Мечтали заработать денег, копили, экономили, чтобы быстрее закончить. Родители помогали нам. Ну, мы старались, в общем, сами, чтобы никого не утруждать. Как бы мы молодые. Вот. О семье, о детях. Дома не так и не достроили. Вместо светлого будущего судьба приготовила им ряд испытаний. Несколько лет назад Василий попал в аварию. Ему сделали операцию на ключице. Инна очень хотела ребенка. Долгое время не могла забеременеть. Когда чудо все-таки произошло, оно было недолгим. Когда я забеременела, это было в прошлом году, в марте. Походила там две недели или три, уже не помню точно. Вот. Беременность оказалась тоже как бы неудачной, поэтому ребенка нет. Так вот все печально у нас как-то сложилось. В конце 2017 года состояние Василия неожиданно начало ухудшаться. Осенью он у нас в деревне сдал анализ крови, немного у него пониженный гемоглобин был. Ему выписали таблетки просто там попить. Он что-то пил месяц, ничего не прошло. Потом опять пошел. А там еще хуже анализы уже стали. 29 декабря Василий попал в областную больницу с критическими показаниями гемоглобина. Там и поставили предварительный диагноз – апластическая анемия. При такой болезни костный мозг перестает производить клетки крови в нужном количестве. Ездили в Киев, там дали заключение, что действительно диагноз подтверждается, осложняется те, что гепатит у меня еще занесли. И болезнь прогрессирует. То есть если, ну, долго, как мне сказали, с таким диагнозом не живут. Апластическая анемия – одно из самых тяжелых расстройств работы системы крови. Без лечения больные тяжелыми формами апластической анемии умирают в течение нескольких месяцев. При своевременном и адекватном лечении прогноз достаточно хороший. Диагноз – пластическая анемия. И плюс еще усложняет немножко ситуацию гепатита, которую мы тоже узнали в январе, когда обнаружили, что у него анемия. Срок, как бы сумма большая, срока. У нас нет срока. То есть уже надо сделать пересадку. Операции по пересадке костного мозга больным с гепатитом в Украине не делают. На данный момент единственный выход – поехать в Турцию и оперироваться там. Это дает шанс на полное выздоровление для моего мужа. Потому что здесь, на Украине, как бы только переливание крови и поддержка сейчас идет. Все наставят на пересадке и срочной, причем потому что болезнь прогрессирует, так скажем, она не стоит на месте. За последние 4 месяца Василию 7 раз переливали кровь. Это все, что могут сделать одесские врачи. На операцию в Анталии нужна колоссальная сумма – 80 тысяч долларов. Но денег у семьи нет. Средства уходят на дорогие медикаменты, поддерживающие организм. Супруги и их друзья обращаются в различные благотворительные фонды. Но им отказывают. Они не берут. С моим возрастом они не берут. Никто не хочет. Вот они ароментируют тем, что у меня большой возраст, и они занимаются только маленькими детьми. В моем случае это… Идите в горсовет, облсовет. Вот такие вот перспективы. В фондах обычно спрашивают сразу же возраст. Как только слышат 34 года, сразу некое смутение в голосе, и с жалостью сообщают, что они не могут ничем помочь. Часто отвечают, что если это все-таки Одесская область или район, а не город, они тоже не могут ничем помочь. Стать донором согласился брат Василия. Мой брат является донором, потому как он подходит мне там на 25, по-моему, процентов. Но сумма большая. Вот вся проблема в этой сумме. Уже бы давно это все сделали, если бы нашли деньги. Диагноз Василия потряс всех родных. Больше всего переживал его отец, как глава семьи. Это отразилось на его здоровье. Ну, он просто не знал, как мужчина, как ему поступить в этом положении, и где взять эти деньги. Он до последнего ходил на работу. Плохо чувствовал, но никому ничего не говорил. 30 марта в возрасте 57 лет. Его сердце не выдержало и остановилось. Мужа перенес инфаркт на ногу, мы не знали. А второй инфаркт уже он не перенес, уже умер. Поэтому мы только недавно повродили его. И здесь еще проблема. Сын больной. Наша семья никак не может потянуть такую сумму денег, чтобы его вылечить. Потому что это огромная сумма для нашей семьи. Из-за этой безысходности состояние парня только ухудшается. Голова иногда кружится. Бывает, и в ушах звенит, и слабость, и сонливость. У меня постоянно, я полдня могу спать себе. Каждый день семья живет поиском средств на необходимую операцию. Каждое утро начинается с того, что дальше, куда идти, кому обращаться, кому писать, что делать, куда звонить, чтобы искать деньги. Я бы хотела попросить депутатов, бизнесменов, если они могут хоть чем-то помочь, потому что как бы время идет, мы уже 4 месяца только лечимся, только кровь доливаем. Это же тоже не бесконечно длится. Чтобы они, если могут, чем-то помогли нас. Потому что мы сами это не можем сделать. Жители Одессы, может быть, миллионный город такой. Даже каждый по рублю, может, если могут, конечно, люди перевести денежку, мы будем очень благодатны им. Вы можете помочь Василию выжить. Номер карты на экране. Приватбанк 41 49 43 93 92 44 64 84 Третьяк Василий Васильевич. КОНЕЦ